Очень секретное совещание глобального правительства началось обыкновенно. Как успехи с чипизацией в колонии отобраны самые лучшие представители славянских родов, в том числе представители всех национальностей. Чистокровные родители-девственники, их первенцы, в свое время были украдены и вывезены за рубеж. Через минуту начнем. Мы сможем наблюдать на всех экранах их передвижение, сон, компании, с кем встречаются и где. Самое главное, как они будут выполнять наши приказы. Все развалились в креслах, ожидая представления. Резко раздался сигнал видеосвязи. На большом экране появился начальник охраны секретного военного института. По его виду было понятно, что там не все в порядке. Он дрожал всем телом и не мог говорить. Что с вами? Говорите? У нас ЧП. У нас ЖП! У нас ЖП! Они каким-то образом избавились от своих чипов и убежали. Это было сказано с улыбкой. Кто? Русские, украинцы, белорусы. Не вижу никакой разницы. Как избавились? Как убежали? С военной подземной базы? С острова? Куда убежали? Сели на самолет и улетели. Куда они направились? Домой. Как домой? Они даже не знают, кто они на самом деле. Уже знают. Почему не остановили? Старый генерал рассказывал о грустных вещах с восхищением. Почему вы все время улыбаетесь? Это удивительно. Это чудо. Сам не понимаю, как им это удалось. Но это восхитительно. Пройти семь степеней защиты. Что показывают видеокамеры? Каким-то образом, эти чипы включили у русских осознание коллективного разума. Они понимают друг друга с одного взгляда. Четко знают, что делать и как делать. Кто свой, а кто чужой. Ты это увидишь в своих плане сенашем. Автоматически умеют владеть любой техникой, любой сложности. Что знает один, то знают все. Мало этого, к ним вернулись их способности и возможности. Вы понимаете, что произошло? Они не успели договорить. Экраны вспыхивали один за другим. С каждого передавали одно и то же. На всех континентах, на всех секретных базах, из-под тотального контроля и подчинения вышли только русские, славяне. При этом, когда они проходили мимо охраны, те отдавали честь, открывали все двери и спокойно предоставляли самолеты, вертолеты. Будет сделано. Служу стабильность. Только это еще не все. Что еще? Они универсальные солдаты. В смысле? В прямом. Это как Капитан Америка, только в миллион раскруче. А другие представители? Русские выпустили всех. Свои услышали. А остальные? Все остальные остались в своих камерах. Те гавкают, те прячутся. Вы хотите сказать? Да, именно это я и хочу сказать. Все человеческие способности и возможности вернулись к человеку. А все тварные... Можете не продолжать. О чем они говорили? Хоть что-то удалось узнать? Единственное, что удалось разобрать, пора домой. Я много знаю. Долго рассказывать. А мне домой пора. Экран потух. Это конец. Наступила тишина. Все услышали музыку. Где-то очень тихо пела дудочка. Все встали и пошли на звук дудочки. Все понимали, куда они идут и что им делать. Все твари и паразиты. Ниль сел в лодку. Лодка поплыла на середину реки. Крысы шли стройной шеренгой друг за другом. Читала сказку бабушка своим внукам. Так палочка и семь дырочек уничтожила целые полчища крыс. В один голос радостно продолжили ее внуки. А теперь спать. Наступит утро и новый день. Что ты ему рассказываешь? Лишь то, что хочет слышать маленький лорд. Она рассказывала мне, что небо синее, потому что мы живем в глазу синеглазого великана по имени Маккомбер. Может, так и есть. Мы живем на отцовской земле. Наши дети славянские дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия.